всем привет сегодня будем готовить с вами пельмени хочу приготовить тесто по новому рецепту видела видео у самвела дамяна все это тесто хвалят с какое-то оно необычное не знаю сейчас попробую с вами приготовить и хочу попробовать немножечко по-другому лепить пельмешки в общем будем сегодня с вами экспериментировать кому интересно оставайтесь саму так для рецепта девочки нам мальчики мука нужно в общем как савел рассказывал вот таким стаканом вы вымеряли муку вот у меня три стакана муки в этот же стакан я добавляю яйцо соль две столовые ложки растительного масла и воду все перебалтываем и вливаем вода должна быть такая тепленькая я беру яйцо вбиваем сюда яйцо добавляем щепотку соли добавляем две ложки подсолнечного масла все делаем по рецепту и сюда водички тепленькая не горячей так все выливаем сюда и замешиваем тесто в общем начиная руками так как обычно вроде до кучки собрала но не знаю мне кажется как бы густоватая сейчас попробуем так руками еще вымесить нормальное тесто я что-то подумала маловато жидкости девочки нормальное тесто получилось три стакана муки одно яйцо щепотка соли две столовые ложки подсолнечного масла и в эту добавили воды нормально хорошее тесто чем я его отправляю пусть тесто мне полежит а мы с вами приготовим фарш фарш обычно на пельмени на чебурики всегда готовлю девочки сама у меня два вида мяса свинина говядина и лук чем больше ничего не добавляю когда фарш приготовлю потом посолю и поперчу так девочки вот такой фарш получился фарш я никогда не добавляю в воду пельменный фарш воду не надо добавлять никогда это посмотрела в ютюбе готовили посоветовали добавить воду нет вот в чебуреки до вода обязательно стакан даже два холодной воды в пельмени не надо добавлять воду потом это невыносимо лепить она все льется жидкий фарш нет фарш должен быть вот такой побольше лука и тогда будет сочный вкусный фарш так разделила тесто на две части девочки так первую часть раскатываем сейчас я раскатаю будем лепить по новому я раскатала тесто теперь хочу попробовать и кружочками и квадратиками по новому сначала я разделяю сейчас отделю для квадратиков сразу же у меня такой нож для пиццы очень удобно девочки так нарезала девочки квадратиками можно много кусочков так нарезать стопочкой только мукой пересыпаем чтобы они не слиплись так пробуем первый вариант из квадратиков лепим вот такой вот пельмень выкладываем фарш но это у меня маленький квадратик пельмешек будет маленький девочки защипываем его вот верхушечку и бака защипнули потом переворачивайте и так раз на пальчик хоп у вас получилось чертиш я не буду этого реза вот пробуем еще раз девочки у меня получился пробный неправильно без видео неправильно она не все края на чуть-чуть край защипывает астробуем еще раз смотри завернули защипнули пока она не защипывала она защит ну нет не до конца она у тут прям возле теста вот как ты она не защипывала и она как-то переворачивать через палец короче там дырочка и снова не получилось но получилось но как-то вот так в общем девочки это может руку надо набить видишь у нас бака слиплись у нее вот такие вот хвостики вот так вот она варит так красиво у нее получаются и не смейся да я попробую для интереса давая на видео не хочу это давай мама вырежет туда чтобы видно было в камеру так видно вроде так а сколько брать и так немножко еще меньше еще меньше сейчас вот так мама ну давай давай он так ну пусть будет так вкус давай так на пополам ведь есть давайте я фаршик отщипну потому что будет неудобно хорошо давай на пополам вот здесь вот так да она как-то вот она больше вот так там я буду крутить потому что ну она так не крутила ну а потом как она а можно так просто на можешь на палец защипнуть и будет так или как вот так да вот и вот так должен быть на пальчике вот вот так смешать а теперь куда его снимай вот так вот а зачем выворачивать а куда он тоже так и оставляй вот а у тебя еще лучше получать чем у меня только защипни что дырочку у меня бок немножко открытый да а с другой а вот смотри вот тут ты не защипнула и пельмень разварится не разварится все хорошо девочки мне уже не нравится давайте а можно найти другой тоже с квадратиками а я видела еще очень давно а ты что мало берешь немного они как-то на боку так крутят с кружочками но у них видео так легко все не раз два выкрутили раз два выкрутили это будет легче всего делать кружочек и она так видишь хорошо делай ты а я квадратик у меня другой немножко я из кружочков делаю сейчас если получится я попробую сделать мы берем вот так вот и то есть тут вот так соединяем а по бокам оставляем дырочки затем переворачиваем но это мне так удобней и вот эти штучки начинаем вот так вот соединять и вот так вот вот так их помню тут по бокам можно так слепить и вот так как вытягиваем их немного и вот такой вот получается мне кажется первую те красивее получился да может быть какая-то совокам лянь видишь отщипнуть потом будет вариться лет утащи слеплю сейчас еще раз попробую потому что тот был толще тесто и мне место надо было толще мне кажется вот видео девочки которые показывают лепка пельменей у них тесто очень толстая я вот стараюсь тоненького теста делать мне тесто вот тонюсенько мне кажется они лепят с толстого теста и полотену до ночи надо да и поэтому вот эта вся красота которую они показывают ничего у нас не получается я уже так раз как-то ну квадратики надо долепить и вот так леплю девочки в общем вывод один какой лепим так как нам нравится так как нам удобно и не надо ничего нового изобретать обычный кружочек называется семьей сели общаемся и лепим пельмешин ведь я не буду вас обманывать ну все как-то так для красоты на видео сделали для красоты на видео я смотрела много разных вариантов такие красивые лепки они так лепят и вареники это и узорчиками но у них какое-то тесто такое ощущение как это пластилин какой-то да может не лепит на пластилине показывают просто идеи может быть может потому что ну а ну какой-то ну да вот такое у меня сейчас обычная софия давай лепить обычным пельмешки не морочь голову я так и даже обычный умею я сейчас тебе обычный научу сейчас что-то на заранее сама кружочек залепила как вареничек соединила со всех сторон и сделала вот так самый лучший вариант да да а еще лучший вариант достать пельменицу раскатал тесто кружочек повставлял закрыл закатал и 37 штук тебе задать за пару минут нас у кого-то 37 штук и такой вариант тоже из квадратиков получается как обычно защипывать не знаю не будет ли это тесто как бы толстого и делала от оригинал складываем вот так вот так это быстро все вот на пополам вот так делай каждый край до конца до утра никогда как вареник и теперь вареник взяла и соединила уж это проще всего показали мы вам варианты разные есть турецкий вариант раскатываешь в трубочку машу с этим уже квадратиками можно нож квадратиками нож кружочками девочки мне уже после этих экспериментировать не хочется до софи когда вы любите лепить вареньки и пельмени первая партия у нас готова у нас разные и такие девочки и стандарт стандарт самый лучший до суфик и вот лепесточками у нас каких только нет вот если по не были все одинаково не ну а так они все равно и лодочки какие-то и кулечки конвертики сюрпризом в общем варианты разные розочки какие-то да вообще не знаю ну все красиво все красиво сейчас будем варить и пробовать первую партию мы продолжаем лепить по стандарту как всегда вот такой вариант проверены вот эту каталочку я покупала девочки помните в авроре как бы для вареников но я использую для пельменей не очень нравится мы думали что кружочки будет слишком большая она как-то на норму ручки нормальный раз прокатал потом некая-то писали в комментариях что кружочки плохо отсоединяются от теста девочки не знаю давить хорошо продавливаете и все отлично все поднимается удобно кто еще не покупал себе вот такую штучку купите очень удобно так я себе на свою сторону да вот так я тебе буду давать кружочки вообще можно так сейчас мясо так повыкладывать берешь ладно мне так не очень удобно это так как бы быстрее да будет 1 1 так наша красота готова ребятки со сметанкой с маслом будет вкусно как я хотела твой красивый показать так мы уже тут партию слепили софеток видите как переворачивает вот так я набор я вот так кладу она вот так софи лантики красивенькие это мой так щас . вот этот ну сейчас я его найду какой где он вот этот вот вариант лепки вот софия это лепила смотрите они красиво до смотрятся красивенько такой как розочка так вот эти ушки не ушки на макушке ну вот они ушки эти пар вот смотри как красиво да ну да как-то так необычно симпатично на софия сказала мам самый простой вариант лепки на вкус говорит она никак не повлияет и не мучается ну вот этот вариант мне нравится правда еще легко вот этот вот вот этот вот вкусненький тоже вкусненькие красивенькие ты еще не пробовала сейчас попробуем не хочешь а мы сегодня перед тем как лепить пельмени я не хочу горячие я тесто горячее не ем жду пока немножко станет только софия заговорили не вот сюда уклади хочешь все в тарелочку сейчас ойди так поставил она в камере видно то делать ничего страшного спасибо папа уже не ел софии хохотали да ты спроси как мы познакомились да а что там ну в общем пришли к тому что когда женя первый раз ко мне пришел в гости раньше телефонов не было что там созвонили то где-то встретиться договорит но были только городские уже не был такой телефона у нас не было в родителей такого телефона в общем он когда пришел ко мне первый раз так ну тук-тук в двери я открываю женя стоит на пороге а я а я лепила пельмени верно заходи то он зашел сел в кухне еле пила пельмени мы с ним общались сидели потом понятно отварила поелись и так в общем мы и начали встречаться начал ко мне ходить евро а ел все время а софия вред от и про пельмени рассказала и мы сегодня будем лепить пельмени и еще еще разная что мне еще понравится не когда поезд там или чай попьет он всегда в кухню но уйдет если там и в зале например пили чай он всегда приходил в кухню всегда мыл после себя там чашку для тарелку если он ел не ставил на стол или в раковину грязную сразу после себя ну вот такую вам историю рассказала здрасте вкусные софия да не то что с магазин не то что с магазина ну конечно домашние домашние есть домашние сейчас я буду пробовать хорошие все сварились ничего не развалилась девочки ну какой мне тут попробовать твой тоже бантиком горячие до 7 домашний домашний пельмени по вкусу слышно когда-то полуфабрикат такой мясо и сюда не на конечном мясо я мало посолила нормально мне никогда не нравится что в магазинах вот тесто много а фарша вообще чуть-чуть это да я уже партию заморозила и мне девочки я уже все тесто закончилась а фарша еще много сейчас я сделаю вторую партию фарша ой фарша тесто и мы с софийка будем лепить ей предлагаю хочу давай на пельменицы быстро на нет мне нравится руками будем с ней стоять общаться лепить покажу сколько мне еще фарша много смотрите сколько еще фарша тут много пельменей получится еще по поводу теста я вам не сказала тесто не знаю тесто как тесто чтобы сказать что-то там сверх естественно не знаю но я бывает часто делала на заварном тесте ну тут теплая водичка нормальное тесто можно так готовить когда вот подсолнечное масло добавляешь в тесто это тесто хорошо замораживать она не лопается если вы не собираетесь замораживать тогда можно не добавлять вы отварили сразу съедом при заморозке они она не дает трещины насколько я знаю если если я ошибаюсь поправьте меня но девочки уже руками не захотелось лепить в общем последующие на следующей партии идут на пельменнице раз-два и готово все девочки налепила я говорю боже у нас ручные это какие-то были гиганты против вот этих как тарелка тут есть и большие небольшие разные на любой вкус и цвет все слава богу сейчас домываю тут ей так уже мыло мыло тут убирала все у нас дочь пошел но успела снять белье успела высохнуть же мне в комментариях написали что машинкой три раза подряд стирать нельзя стиральной мотор перегревается я не ломаются да уже не говорит что это все неправда не знаю но говорят надо в интернете поискать посмотреть не знаю девочки может это мне в комментариях написали но что нам достирать пока идет вода что делать она три раза подряд стирает потом неделю отдыхает потом снова сразу все стирает стирает потом отдыхают не такая программа режим такой стирки так все с вами на сегодня прощаюсь всем пока пока лепите пельмени кормите свою семью без всяких разных у тех вариантов лепки обычно самый проверенный и легкий способ все пока